МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время женщины на канале НСК-49. Программа обо всем, что интересует женщину большого города. Согласитесь, законы природы изменить невозможно. Хотя уже и февраль, но в воздухе отчетливо присутствует первое легкое дыхание весны. Будем готовиться встречать ее. Вниманию встречающих! Скорый поезд «Весна-Новосибирск» прибудет по расписанию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в крупных садово-флористических центрах весна по праву вступает в свои законные права. Садоводы и дачники, согласно календарю русской природы, уже выбирают семена, посадочный материал, удобрения, грунт. Более тысячи сортов коллекционных луковичных цветов кружат головы. Георгины, гладиолусы, бегонии, ирисы. Дачники признаются, выращивание цветов приносит огромное удовольствие. И каждое весно мы с большим интересом знакомимся с новинками мировой цветочной моды. Наблюдая за садоводами, понимаешь, с какой любовью они относятся к выбору семян. Стоит сказать, что выращивание овощей и зелени на даче в последние годы стало своеобразным национальным увлечением. Все, что человек посадил и вырастил, безусловно, полезнее и экологически чище. Сам процесс выбор семян, выращивание рассады, уход за посадками и, наконец, сбор урожая приносит массу положительных эмоций. Ну а в наше нестабильное время это еще и выгодно. С заметным волнением встречи с весной ждут влюбленные, ведь впереди столько романтичных праздников. День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта. Специализированные садово-флористические центры следят за новинками мировой флористической моды. Декораторы и флористы разрабатывают и предлагают новые идеи в оформлении подарков и создании букетов. Модный букет – это букет со свободным характером. Его как будто только что собрали в саду. Весенний цветок – тюльпан. Его нередко называют королевским. Тюльпаны принято считать символом счастья. На языке цветов тюльпан означает объяснение в любви. Наверное, поэтому на День Святого Валентина и на 8 марта мужчины дарят именно тюльпаны. Весну нередко называют самым ярким, чудесным и прекрасным временем года. Просыпаются домашние горшечные растения, ведь им так не хватало солнца. Именно весной стрелы Амура пронзают наши сердца. Природа готовится к удивительным метаморфозам – возрождению после зимнего сна. Скорый поезд «Весна Новосибирск» прибудет по расписанию. Встречающих просьба не опаздывать. Садово-флористический центр «Бизнес-букет» представляет новую коллекцию «Любимая дача». Семена и саженцы – все для рассады. Луковица цветов, садовый декор, цветы и букеты. 10 тюльпанов – 488 рублей. Нарымская – 37. Великая Коко Шанель в свое время сделала роскошью простые, удобные, демократичные вещи. Известно, что она никогда не пользовалась выкройками. Она брала ткань, вешала ее на манекен и создавала очередной шедевр. Коко Шанель любила повторять «Главное в моей работе – ткани и вдохновение». Видеть отражение неба в переливах шелка, слышать аккорды музыки в ярких жаккардовых тканях, ощущать живое тепло Кошемира, думать, чувствовать, создавать. Удивительные люди эти художники. Они всегда точно знают, чего им не хватает для создания шедевра. Но вот что-то такое этакое, совершенно новое или хорошо забытое… Солнечное настроение и смелость индивидуальности полотен великого Ван Гога предлагает нам применить на себя коллекция художника моды Роберто Кавалли. Гений эпатажа подсказывает нам – совершенство возможно. Простая ежедневная роскошь – быть не как все, быть собой. Кружево, шелк, натуральный мех, ткани от дома моды Шанель переносят нас в эпоху Неппа. Мы еще раз окунемся в волшебный мир кинематографа, еще раз посмотрим культовые картины «Завтрак у Тиффани», «В джазе только девушки» и, вдохновленные этой красотой, начнем создавать уютные пальто и безупречно лаконичные платья. Шлейф парфюма, яркая помада и скромное обаяние тканей от дома Шанель. В цветочном королевстве Доминика Дольче и Стефана Габана взбунтовались розы. Аристократические красотки захватили сердце маэстро и модные подиумы мира. Триумфальное шествие победительниц поражает разнообразием. Крепы, шифоны, жаккарды женщина буквально утопает в розах. И пусть весь мир подождет в восхищении. В человеке должно быть все прекрасно. С удовольствием соглашаемся с классиком и отправляемся создавать очередной шедевр. Салон Брависсима. Новая коллекция итальянских тканей. Приятная система скидок и бонусов. Прикоснитесь к миру роскошных европейских тканей. Дусик Вальчук 274. Наверняка вы замечали, как сиротливо и неуютно смотрится наш дом, когда в нем нет штор. Но стоит только выбрать удачную расцветку, аксессуары, повесить красивые портьеры, и интерьер преображается. Как выбрать правильные шторы? Нюансов много. И в этом разбиралась моя коллега Наталья Сапелкина. Главнее всего погода в доме. Согласитесь, что эта строка из песни сегодня наполнилась еще большим философским смыслом. Как важно, чтобы в доме было тепло и уютно. Как важно, чтобы в семье был мир и согласие. Мы хотим комфорта, а если хотим, значит будем его создавать. Что придает нашему интерьеру особое обаяние и делает его индивидуальным. Ну, конечно, ткани, шторы, покрывало, красивый столовый текстиль. Все это может стать ключевыми элементами интерьера. Одну из главных ролей в интерьере по праву играют шторы. Как их правильно выбрать? Первое и, пожалуй, самое главное – задать себе вопросы. Что я хочу и какой выбрать стиль. Ведь в интерьере все должно гармонично дополнять друг друга. Есть два пути. Первый – самостоятельно выбирать карнизы, аксессуары. И второй – обратиться к профессионалам. Выезд дизайнера на дом многие считают идеальным решением. Дизайнер выслушает ваши пожелания, сделает точные замеры и представит вам несколько вариантов эскизов. Порой в сотворчестве рождаются самые гениальные идеи. Дизайнер поможет и с выбором карниза, поскольку каждый тип штор предполагает определенный ряд моделей карнизов. Карниз является не только основополагающей деталью композиции окна, но и весьма важным элементом в оформлении интерьера комнаты. Профильные алюминиевые карнизы эконом-класса, как правило, имеют стеновые и потолочные крепления. Они снабжены различными раздвижными системами. Некоторые модели карнизов могут принимать любую форму, и это тоже важно. Есть специальные так называемые римские карнизы для римских штор. Карнизы класса люкс с наконечниками из муранского стекла, хрусталя, со стразами сваровские, выглядят торжественно и респектабельно. Красивые шторы и карнизы придают особый статус ресторанам, гостиницам, банкетным залам, дворцам, бракосочетания. Они вносят важный штрих в оформлении общего стиля. Сегодня многие задаются вопросом, можно ли при минимальных затратах создать стильный интерьер. Безусловно, можно. Недорогие ткани, карнизы, аксессуары, декоративные элементы при грамотном сочетании придадут любому интерьеру особый шарм. Если интерьер уже оформлен, то шторы могут звучать, как некая сдержанная цитата. Если же вы только начинаете продумывать, как будет выглядеть ваша спальня, гостиная, детская, то начните оформление с выбора штор. Они зададут особый характер, особое настроение. Они будут главной скрипкой в этом оркестре. Ваш дом наполнится гармонией, в нем будет звучать ваша мелодия, мелодия вашей души. Дисконт-салон штор на Фрунзе 49. Коллекционные ткани для изготовления штор по очень привлекательным ценам. Внимание! Только до 25 февраля. На все ткани скидка 35%. Подробности по телефону 37 555 47. Тема здоровья далее в нашей программе. Сколь бы ни был чистоплотен человек, но все же он не может быть стерилен, когда живет в мире, населенном бактериями, микробами и гельминтами. Тема паразитозы не является приятной для обсуждения, но все же лучше знать, чем не знать. Что, к примеру, по статистике, около 21 миллиона человек в мире инфицировано апистархозом. Причем две трети из них проживают в России. А наиболее актуальна эта проблема в сибирском регионе. Многие из нас даже не подозревают, сколько проблем со здоровьем возникает по причине паразитов, населяющих человеческий организм. Только задумайтесь, в мире насчитывается более 150 видов гельминтов. В нашей стране около 20, и эта картина стремительно меняется в сторону увеличения. Один из тяжелейших гельминтозов – апистархоз, заражение которым происходит через рыбу. Опасность их заключается в том, что это единственные черви, которые заселяются в желчных протоках нашей печени. А печень, как известно, для нашего организма играет очень огромную роль в его жизнедеятельности, вообще в жизни человека. У нас это считается, что заразиться можно только через рыбу, речную рыбу, и только из семейства карповых. Ну, я должен сказать, что это только миф, это реальность такова, что вся речная рыба заражена, и не только рыба, а вся живность, которая там ходит, плавает, то есть это всякие ракообразные и так далее. Апистархоз широко распространен в нашей стране. Опертышский бассейн является самым большим резервуаром. Считается, что хорошо обработанная рыба исключает возможность заражения вот именно апистархами. Это не так. Они находятся вот в мышцах около позвоночника рыбы, и они не в живом, они в виде цисты находятся, окутанной двойной плотной оболочкой. То есть он находится, этот цисты находится в скафандре, и поэтому ни варка, ни жарка, ни соление, ни кипячение, ничего не может пробить вот этот скафандр. Вроде бы напрашивается вывод – не ешь речную рыбу и будь здоров. Однако… Это самый опасный миф, потому что Таиланд занимает первое место в мире, то есть по статистике, там более 80% населения болеют этим заболеванием. И в морской рыбе в основном встречаются именно клонорхи, вот эти разбойники, которые, наоборот, вызывают те же заболевания, которые и вот эти апистархи, но в более выраженной форме. Основным методом диагностики, выявления этих паразитов является это дуоденальное зондирование, то есть обнаружение яиц вот этих апистархов или клонорхов в желчи или в кали. Существует метод лечебно-диагностического зондирования, который позволяет при одной и той же процедуре провести с одной стороны глубокий дренаж желчных протоков печени путем промывания различными специальными электрохимическими, минеральными, электрохимически активированными растворами. И этот дренаж позволяет улучшить диагностику, выявляемость вот этих паразитов при этом исследовании, потому что здесь в результате промывания желчных протоков возникает возможность получить желчь, во-первых, из тех глубоких слоев желчных протоков, где в основном и локализованы вот эти паразиты. Апистархоз, клонорхоз могут быть причиной часто встречающихся хронических заболеваний. Это гипертония, сахарный диабет, язвенная болезнь, брахиальная астма, аллергия любой формы выраженности, эти риниты, синуситы, экземы, псоризы. И как итог, это уже самое такое опасное, это первичный рак печени и рак других органов. Мы с мужем приехали из Абакана, нам посоветовали, и мы решили приехать. У нас были различные проблемы со здоровьем, было недомогание, постоянная тошнота, головокружение, разные боли в печени, покалывания. Ну, в общем, состояние не очень, так скажем, не очень здорового человека. Начали лечение, прозондировались, и уже мы, можно сказать, на этапе реабилитации. Комплексная методика лечения этого заболевания, которая позволяет не только эффективно избавиться от этих паразитов, но и очистить организм, восстановить те механизмы, те органы, которые были поражены в результате жизнедеятельности этих паразитов. И в результате, фактически, человек может избавиться от многих хронических, длительно текущих заболеваний. Это идет излечение больного, а не снятие симптомов временное. Ничего страшных, никаких диагнозов заболеваний нет. Это все можно, от всего этого можно избавиться, почистить, восстановить. И все потому, что в человеческом организме все предусмотрено изначально. Ты только ему помоги, а не разрушай. На этом у меня все. Это был наш последний сюжет. Смотрите «Время женщины» на 49-м каждое воскресенье в 10.30 утра и в повторе в течение всей недели. И на сайте nsk49.ru. До встречи! Имидж ведущей – салон красоты «Арт-деко». Редактор субтитров А.Семкин